Выслушает и слова не скажет. В областной полиэтнической библиотеке сегодня дети читали книги «Собаки». Складывать буквы, слова, слова в предложение ребята еще учатся, но изо всех сил постарались увлечь свою новую четвероногую подругу. Получилось ли, что читали собаки и для чего нужно такое общение, узнала Виталий Сапожников. Эти шести-семилетние ребята еще только познают мир книги. Буквы уже выучили, но слова пока складывают с трудом. Практикуются регулярно, дома и в библиотеке. Сегодня слушатель необычный. Вот эта славная, слегка суетливая и энергичная собака по кличке Мила уже готова слушать во все уши. Хозяйка была мала, она взяла чайник, ручка была горячая. Проект Киногав, когда дети читают книги животным, далеко не новшество, а что-то похожее есть и за рубежом. К примеру, в Америке читают бездомным собакам. Причем порода значения не имеет. Главное, чтобы собака была дружелюбной и любила детей. А еще усидчивая, чего Миле пока немного не достает. Мила, она добрая, ласковая собака. Хотя это изначально была собака с очень трудной судьбой, сменившая несколько хозяев. Вот сейчас это то, что вы видите. Это очень ласковая девочка, готовая к общению, готовая, скажем так, если необходимо, охранять своих владельцев. Готова играть с любыми детьми. Чтение с собаком – это не только общение ребенка с четвероногим другом. Вообще, пес – это внимательный служитель. И когда юный читатель видит, что сумел хоть немного заинтересовать животное, улучшаются скорость и техника чтения. Взрослый делает замечания. Взрослому стесняется читать. А вдруг он недостаточно быстро, как требует учитель, недостаточно внятно, как требует мама, недостаточно с выражением, как требует библиотекарь. А собаке он читает так, как он читает. И собаке это нравится. Прочитать отрывки из любимых книжек сегодня смогли все ребята, посетившие библиотеку. Мила, если и не слушала, то хотя бы делала вид. Собачка понравилась. Никогда раньше не читала собаки. С собаками я очень редко вернусь. Я у нас дома кучу, так что я с ним чаще. Чаще. Чаще коту читаешь? Нет, я ему ни разу еще не пробовала читать. Теперь, очевидно, многочасового сеанса чтения коту не избежать. Как и другим домашним животным, ребят, которые сегодня пообщались с доберманихой. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время. Продолжение следует.